Шо вы головы, гаситесь? Давайте, как обычно, 3 новости за 3 минуты и будем двигаться дальше. И правда прибалдели немножко, поэтому не обращайте внимания на такой достаточно странный голос. Итак, начнем. Razer расширила ассортимент серий новых беспроводных гарнитур и подставок для зарядки контроллеров для PlayStation 5. Новые гарнитуры под названием Kaira выполнены в одной стилистике с PlayStation 5. Внешняя часть оголовья окрашена в белый цвет, а внутренняя мягкая обивка, чаши и амбушюры черная. На выбор есть две модели, кстати, Razer Kaira и Razer Kaira Pro. Выделяются они поддержкой фирменной технологии тактильной отдачи Hypersense на основе аудиосигналов, которая обеспечивает более глубокое погружение в игру. Гарнитура оснащена 50-мм динамиками Razer TriForce Titanium и, по заверениям производителя, достаточно легкая, чтобы обеспечить комфорт при длительном использовании. Касательно цен, там как бы все достаточно просто. Младшая версия стоит 99 долларов, старшая версия стоит 200 долларов. И зарядный стенд для DualShock'а стоит 40 долларов. Но прежде чем двигаться дальше, я попрошу вас подписаться на канал, потому что вы смотрите и слушаете на мышу, а это, как вы знаете, не очень красиво. Поэтому тысните на подписку, тысните в колокольчик и погнали дальше. Тут, короче, такой кипиш у нас начинается потихоньку, потому что в Украине хотят внедрить отслеживание посылок, которые приезжают из-за границы прямо по идентификационному коду. И это прям, ну, такая себе затея, потому что, ну, во-первых, уже выразили свое недовольство все большие игроки на рынке доставок, такие как Новая Почта, Укрпочта, Мистэкспресс и даже DHL. Они сказали, что это очень сильно затянет, во-первых, процедуры оформления, процедуры прохода таможни. Им нужно будет делать больше склады, им нужно будет набирать больше персонала, менять все свои документы. Это во-первых. А во-вторых, как бы, во-вторых, не все люди захотят, на самом-то деле, светить свой ИПН, потому что там есть, как бы, свои особенности в этих всех планах. И если быть откровенным, то это просто загонит все эти доставки еще больше в теневой рынок, в серые схемы и так дальше. Ну, напоследок у нас, как обычно, такая не очень серьезная новость. Это то, что Netflix запустил специальный сайт, называется он top10.netflix.com со списками на самых популярных фильмов и сериалов на своей платформе. Там есть градации по странам, по жанрам. Вы, как бы, сможете смотреть, осматривать, что смотрят люди, как они их оценивают, ну, и все в этом духе. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо, что досмотрели, послушали до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не болейте. И самое главное, не теряйтесь.